Добрый день, уважаемые жители Самарской области. 20 февраля в нашей области зарегистрировано 270 случаев новой коронавирусной инфекции. В стационарах на госпитальной койке проходит лечение 3,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. А амбулаторно, в поликлиниках, на дому, проходит лечение более 18 тысяч пациентов. Да, мы отмечаем, безусловно, и рады этому, определенное снижение количества заболевших пневмонией, заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями, заболевших коронавирусной инфекцией. И это хорошо. Но это все-таки не дает нам права и возможность расслабиться и выдохнуть, и подумать, что все миновало, все пронесло. На самом деле нет. В значительной степени то, что сейчас происходит, это результат того, что мы все вместе с вами начали значительно более строго и тщательно соблюдать меры предосторожности, меры собственной защиты. Конечно, сыграло роль и то, что на улице зима, и мы меньше имеем возможность общаться в разных компаниях, в людных местах. И в связи с тем, что впереди выходные дни, впереди приятный народный праздник, День защитника Отечества. Три дня выходных. Конечно, в этой ситуации у нас будет соблазн пойти в гости, навестить своих родственников, посидеть за праздничным столом, поздравить с праздником мужчин, отцов, дедов, братьев, мужей. Это замечательно. Но в очередной раз вас призываю, давайте это отложим на потом. Нам предстоят солнечные дни, пусть и морозные, но при определенном времени, при определенной хорошо подобранной одежде, этот мороз нам не страшен. Поэтому давайте вместо застолья, вместо тесных домашних компаний пойдем на улицу, будем гулять, отдыхать, веселиться вне стен. Избегать близкого контакта, избегать тесного общения. Особенно это относится к пожилым. Мы в последнее время отмечаем рост лиц, обратившихся к нам, перенесших коронавирус и обращающихся к нам с различной патологией. Нервной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Я уже говорил об этом не раз. Мы видим, как у людей, которые до ковида не страдали сахарным диабетом, у них проявляются высокие сахары. Они начинают заболевать диабетом. Кто не был гипертоником, начинает страдать повышенным давлением. И, по сути дела, становятся больными гипертонической болезнью. Есть серьезные поражения нервной системы, периферической нервной системы, нарушения двигательной функции. Более того, это далеко не всегда связано с тем, чтобы заболевание ковидом протекало тяжело. Совсем нет. Нет прямой корреляции между тяжестью ковида и возможными последствиями через 2-3-6 месяцев. Нет. Пока мы прямой связи не усматриваем. Мы знаем точно, что появившаяся симптоматика, аллергические, кстати, в нескольких случаях было заболеваний, аллергического поражения кожи, в первую очередь, у пациентов, перенесших достаточно легкую форму ковида. И даже не проходящих стационарное лечение. Я не пугаю вас. Я пытаюсь вам объяснить и рассказать, что последствия пренебрежения советами, последствия пренебрежения средств мерами защиты, они могут быть достаточно серьезные и неожиданные. И очень серьезно снизить качество вашей жизни. Особенно это касается, конечно, лиц старше 60 лет или лиц тех, кто страдает каким-либо хроническим заболеванием. Особенно я обращаюсь к этому. Еще один важный аспект. Мы продолжаем активно проводить вакцинацию населения. 86 тысяч уже получили первую прививку и 20 тысяч закончили вакцинацию. Мы видим хороший результат. Самарская область – один из лидеров регионов российских, где объем сделанных прививок, объем охвата вакцинации – один из самых высоких среди регионов России. И мы продолжаем эту работу. И призываю вас через портал госуслуг или через номер 122 записаться. Да, вы можете столкнуться с тем, что вас завтра не пригласят на прививку. Но вас обязательно запишут. И как только прививка поступит, по мере подхода вашей очереди, вас обязательно предупредят и пригласят. Сейчас у нас, например, я поинтересовался в одной из самых крупных поликлиник России, поликлиника номер 3. У них под наблюдением 286 тысяч населения. У них в записи на прививку в листе ожидания 3000 пациентов. Для того персонала, для тех пунктов прививочных, которые они развернули, это работа на 10 дней. И они уверены, что в течение ближайших двух недель они этот контингент записавшихся людей привьют. Поэтому не бойтесь, записывайтесь на прививку. Какое-то время придется подождать, но обязательно довольны скоро мы вас пригласим. Очень важно сейчас помнить о том, что проходит февраль, наступает март, весеннее слякотное время. И точно придет острореспираторное заболевание и в первую очередь грипп. Мы ожидаем, что его, наверное, не будет эпидемического подъема, не будет серьезного превышения эпидемического порога. Но он будет безусловно. И он создает дополнительную угрозу. Поэтому, а меры предосторожности те же самые. Тоже маска, тоже самоизоляция, дистанция. Поэтому и в этом смысле я призываю вас быть осторожными, думать об этом и поберечь себя. Я желаю всем здоровья, удачи. Всех тех, кто любит свою Родину, гордится ею, чтит ее историю, помнит ее. Всех с праздником, с Днем Защитника Отечества. Всего доброго.